Поговорим теперь о романе с проекта «Дружиня на ослеп». Довольно обеспеченный молодой мужчина, который готов вкладываться в дело девушки. Это довольно похвально. Но и в принципе все. Мужчина, который меняет девушек как перчатки. Как вы думаете, он вообще способен на серьезные отношения? Вот вы бы могли быть с мужчиной, у которого до вас было 100, 200, 300 девушек. Как вам вообще ощущать себя одной из сотни? Или вы наивно полагаете, что именно на вас он остановится? Верить в эту голубую сказку не стоит. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Бабники не меняются. Я более чем уверена, что он будет изменять. Еще и с той своей лучшей подружкой. Он сразу показал, какой он есть. Он свою, по сути, любовницу пригласил на свадьбу, которая пришла в белом платье. Он разрешил такое вторжение в отношения. Он эту любовницу пригласил на встречу со своей телевизионной, но все-таки женой. Он уже показал, какой он есть и каким он будет. К тому же показательным был разговор с мамой. Мама там заявила, что Ромочка, я все-таки не вижу эту женщину с тобой. И он не отстоял свои интересы, не сказал, выбирать буду я. Он тихо промолчал. Ну, как-то не очень это было красиво. Ну, по крайней мере, он ради справедливости скажу, маму не послушал. Это уже похвально. Может быть, со временем он уже научится и отстаивать свои интересы. И по самому шоу. Уже не первый раз девушки как будто с голодного краю все скупают в магазине за деньги мужчин. А вот в случае с Романом Юлей это было приятно смотреть. Он действительно Юлю баловал, а она как раз и не балованная девушка. Она так и немного стеснялась и опасалась, и ненамного не накупила. Что опять же ее характеризует как хорошую партию. А что касается ведущих, меня просто поражает этот Даниэль. Он и двух слов выговорить не может, а в данном выпуске его даже переозвучивали. Зачем? Зачем брать такого ведущего, который вообще некомпетентен? Ну, любой другой подойдет. Или это не просто так он там? Дорогие зрители, напишите свое мнение по этому поводу и подписывайтесь на канал.